Добрый день! Сегодня у нас 39-й каст из нашей серии передач ежедневных, которая называется «Завтрак с Библией». С вами Авиер Станкевич. Мы приближаемся к Рождеству и говорим в эти дни о пророчествах, которые были даны еще задолго, задолго до рождения Спасителя, и мы получили их из Священного Писания. Сегодня хочу почитать из Евангелия от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 23 стиха. «Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон. Хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. И так сказали друг другу, не станем раздирать его, но бросим о нем жребий, чей будет. Да сбудется леченное в Писании, разделили лизы мои между собой, и об одежде моей бросали жребий. Так поступали воины». И на самом деле, да, об этом говорится неоднократно, об этом мы читаем в Псалме 21, в Псалме Давида, где он говорит следующие слова, 17 стиха. «Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище. Делят ризы мои между собой, и об одежде моей бросают жребий». И когда мы говорим об этом пророчестве, многие утверждают, что на самом деле к Иисусу это никакого отношения не имеет. Какое отношение имеет Давид к Иисусу? Иисус был через несколько сотен лет после Давида, если не тысяч, а Давид писал это о себе. Возможно, но мы знаем, что Давид был одним из пророков, и Господь говорил с ним фактически напрямую. Не всегда, потому что иногда Господь отходил от него и говорил с ним через пророков, но иногда говорил с ним напрямую, и все разговоры и все восхваления Богу Давид возносил напрямую, и поэтому они и вошли в Священное Писание. Давайте обратимся еще к одному месту. Писание, о котором писали пророки, например, одно из них – это знаменитое место Исаии, 53 глава. Там не говорится о распятии, о процессе распятии того, что было после этого, но там говорится очень много о том, каких наказаний претерпел Иисус в конце своего земного служения. Но вот пророк Захария говорит вот что в 12 главе своей книги. «На дом Давида и на жителей Иосолима и зальют дух благодати и умиления, и они возряд на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбят о первенце». И на самом деле, когда речь идет именно о самом процессе распятия, я хочу просто напомнить, многие думают, что это происходит все как в фильме, все это достаточно просто и достаточно, будем так говорить, достаточно быстро делается. На самом деле, это очень длительный процесс. Вбить гвоздь, тем более гвоздь тех времен в руки человеку, это было немножко непросто, потому что ткани человеческие мягкие, то есть это было не с одного удара, как показывают в фильмах, это было, может быть, даже несколько попыток вбить этот гвоздь. Кроме всего прочего, гвоздь впивался вот сюда, в это место, между двумя костями или в ладони, в зависимости от того, какого телосложения был человек. Если он был достаточно худой, то вбивались в ладони гвозди, если он был достаточно полного телосложения или сильный, то вбивались вот сюда. И для того, чтобы человек просто не снял себя с этих гвоздей, потому что, ну, вы знаете, да, можно, конечно, претерпеть боль и снять себя с этих гвоздей, просто не спрыгнуть с креста, человека привязывали, руки его привязывали веревками к перекладинам, для того, чтобы он продолжил обвисеть. От того, что человек висел, он переставал нормально дышать. Для того, чтобы сделать вдох, ему нужно было упереться ногами во что-нибудь, для того, чтобы поднять грудную клетку и вдохнуть, потому что от боли, которая его пронизывала всего вот в этих местах, где у него были гвозди, он не мог пошевелить руками и расправить плечи. Если вы когда-нибудь видели или ранили сами себя, когда-нибудь даже небольшую царапину, у вас такая пищечка, царапина маленькая, а болит весь палец там или вся кисть. А здесь, представьте, гвоздь. И гвоздь этот не такой столярный гвоздь, как сегодня. Если вы видели когда-нибудь, как в Советском Союзе укладывают шпалы, то вот этот гвоздь, костыль, так называемый, он примерно вот такой вот длины, он примерно диаметром, ну, я не знаю, приличный диаметр у него, примерно как два моих пальца, примерно. И вот такой гвоздь вбивался в человеческое тело. Представляете, вот эта боль, которая разрывает нервные окончания, она парализует просто движение очень многих мышц. Человеку вдохнуть, ему нужно было упереться что-то ногами. И вот это что-то, это был как раз гвоздь, вбитый в пяточную кость. Ему две ноги вот так вот складывали одну на другую, через пяточную кость пробивали таким же костылем. И это единственное место, куда можно было опереться. Смерть была мучительная и очень долгая. И на самом деле, вот все, что происходило на кресте, это, я думаю, что большой подвиг героизма человека. Я думаю, что когда Иисус говорил по разным данным, в первом варианте говорят, что последними словами его были «Ави лама завахтани», то есть «Отец почему-то принес меня в жертву» на арамейском. Или в другом Евангелии написано «Отец почему-то меня оставил». В обоих этих случаях я думаю, что Бог просто… Ну вот представьте себе, что если бы вашего ребенка, не дай Бог, конечно, подвергали такой мучительной смерти, смотрели бы вы на этот процесс. Я думаю, что в этот момент он просто отвернул свои глаза, просто чтобы не видеть это, потому что он знал, что это должно было закончиться. Это мое предположение, возможно, это не так. Но мне кажется, что когда Бог разговаривает с Богом, мы знаем, что Иисус был Богом, это именно то, что происходило. Потому что, ну, иначе к чему эти вопросы? Он ведь сам сказал «Да будет воля твоя, она не моя». И вот эти все пророчества о том, какие наказания, какие мучения пришлось перенести Иисусу в теле человека, которым он был все свое земное служение, они, конечно, наталкивают на мысли, что вот эти вот пророчества, о которых мы сейчас говорили, и о том, что пронзили руки мои и ноги мои у Давида в псалмах и у Захарии о том, что возряд на того, которого пронзили, это пророчества, конечно, именно о смерти Мессии в человеческом облике. Таких мест еще писания очень много, в рамках нашей передачи мы, конечно, все их рассмотреть не можем, но мы продолжаем говорить о пророчествах, и завтра мы снова встретимся с вами в завтраке с Библией и поговорим о других пророчествах, которые были предсказаны еще задолго, задолго до рождения Иисуса в человеческом облике на земле и Его служении, о том, что будет с Ним происходить во время Его служения и после. А на сегодня мы заканчиваем. Я с удовольствием жду вас завтра на нашей очередной передаче «Завтрак с Библией». Приходите, подписывайтесь на наш канал и получайте уведомления о наших прямых эпирах. С вами был Вера Станкевич и «Завтрак с Библией». Будьте благословенны, Господь и зальет на вас обильное благословение в эти рождественские дни. И до встречи завтра. Пока.